Бывало ли у тебя такой-нибудь, Серёжа, когда-нибудь, что ты гуляешь по городу и кажется, что именно ты можешь сделать его лучше и прям так что-нибудь поделать? Конечно, такое случалось, но я думаю, что лучше всего довериться профессионалам этого дела, с которыми как раз у нас сегодня присутствуют в студии. С удовольствием мы их представим и расскажем, в чём же суть нашей идеи. Действительно, где-то там находятся Дарья Дмитриева и Оксана Лукьянцева. Так вот, Дарья, куратор молодежного проекта по оформлению городских пространств Искры 2018, Оксана Лукьянцева как раз-таки участница этого самого проекта. Действительно, перейдём подробнее к нему. Наверное, с вас, Дарья, тогда начнём. Для чего организован конкурс? С какой целью? Ну, смотрите, наш молодёжный центр совместно с управлением молодёжной политикой и также администрацией города Красноярска решил с 2014 года проводить конкурс для молодых архитекторов и дизайнеров. Сначала это был такой более узкопрофессиональный конкурс, где участвовали только архитекторы и дизайнеры, а в этом году уже могут поучаствовать и обычные люди, и физические лица. На них тоже выдаём, правда, сумму чуть-чуть поменьше. Это номинация микроурбанизм. А, значит, это просто разделилось. Это не значит, что мы заберём хлеб у профессионалов, правильно? Нет, профессионалы могут участвовать, у них тоже есть свои номинации. Это ландшафтный дизайн и художественное оформление. Вот они там участвуют. А люди обычные могут просто так. А в связи с чем поменялись условия конкурса? Просто много желающих оказалось из стороны людей, которые умеют вырезать совершенно, я не знаю, там, лебедей. У нас приходят кузнецы различные, по дереву резчики, они тоже хотят участвовать, поэтому для них сделали такую номинацию маленькую. А какие самые невероятные идеи у людей, так скажем, непрофессионалов в этом деле? Самые невероятные? Ну, на мой взгляд, мне показалось очень невероятно, когда в городе Красноярске в прошлом году девчонки сделали вязаные деревья. Да. Правда, их сняли. Они, к сожалению, потому что недолговечное состояние, но это выглядело невероятно тепло. Мне кажется, это очень здорово. Я так понимаю, что, в принципе, предложить можно совершенно любую невероятную идею. Да. На что фантазии хватит, как говорится. Да. Сейчас такие еще мировые течения различные, можно по-любому абсолютно раз зайти и... И это, получается, не обязательно какой-то элемент вот объемный, а может быть что-то нарисовано. Может быть нарисовано, можно выложена плитка и дорожка какая-то или еще что-то. Возможные варианты любые. Варианты вот всяким. Я думаю, что мы перейдем к одному из вариантов, как раз таки, да. И с Оксаной переговорим. Скажите про вашу мысль, задумку. Здравствуйте всем. Я как художник пишу не только картины, я провожу мастер-классы по живописи для всех абсолютно желающих людей и расписываю стены. И, собственно, когда я несколько дней назад наткнулась на этот проект и увидела стены, которые в городе надо расписать, я поняла, что это только... Глобально все? Ну, прилично. Ну, вот вам... Целая команда нужна на самом деле. Вы уже знаете, какой у вас будет... Какой у вас паном будет? Нет, я пока только подаю заявку на участие. Но уже просто положили на одну стену. Есть такое. И, собственно, когда я увидела стены, в первую очередь пришло, конечно, какие-то визитные карточки Красноярска, достопримечательности, столбы. Но в этот момент я поняла, что я была бы не я, если бы не попыталась подключить в это дело всех желающих, то есть с которыми я на мастер-классе людьми делюсь, собственно, процессами творчества. И здесь такая же меня идея. А в чем заключается ваш процесс творчества? У меня несколько месяцев назад была серия картин работ, которые, ну, к сожалению, уже распродались. Так, слегка есть пример такой. К сожалению. Мы еще... Мы еще... Мы даже что-то не покажем. Увы, деньги на карте, но... Возможности, да, показать пример. Есть такие небольшие какие-то зарисовки. Это такие фантазийные цветы. Давайте я возьму. Профант. Красивые. Профант, демонстрирую, собственно. Да, они создаются очень простой, но интересной техникой. Они создаются сначала из вот такой вот мазни. Серьезно? Серьезно? Ой, давайте на камеру покажем вашу мазню. Может быть, вот такое потом? Вот такая, да. Я думаю, в принципе, что с таким вот рисунком может справиться любой человек. То есть вот это раньше было вот этим? Да. Да, начинается все с такого момента. Потом мы... Вернее, я... Как? Я нахожу в этой мазне какие-то кусочки, которые хочу сохранить. Чаще всего это цветы, да? Ну, в этой стилистике, да. Ну, это какие-то космические, я бы сказал. Ну, что-то такое, да. Лично меня куда-то... Это сны Илона Маска. В фантазийского периода. Вот так выглядит. Хорошо, и в дальнейшем вы, я так понимаю, прорисовываете контур уже того цвета, который появится в дальнейшем. Да, цветы, листики, что-то вот такие природные, какие-то тематики. Уже оставляем какие-то кусочки и далее начинаю уже задавать какой-то более темный фон всей этой истории и добавлять детали. Ага, ну, в общем-то забираете все этой истории, да? Вот, то есть моя идея в том, чтобы к первому этапу этой росписи стены привлечь абсолютно всех-всех желающих, кто только... Вот, круто. И потом человек скажет, вот здесь вот под штукатуркой было мое. А мне хотелось бы еще очень кратенько, естественно, у Дарьи узнать, чтобы вы нам рассказали, а что же было сделано по итогам предыдущих конкурсов, что в городе, какие объекты известны? И есть их несколько. Есть. Один, это мачты сбываются, это лодки на берегу Качи. Да, все знают, мне кажется, что... Там же бивни мамонта находятся. И бивни мамонта там же находятся, да, это уже стало таким нашей визитной карточкой, я бы так сказала. А также вот у нас теплый город, правда его немножко подразобрали, он на берегу Енисея находится, но он тоже стал привлекать внимание. Там такие окна, девочки окнами вдохновлялись, и они разноцветные, очень приятно, солнце падает, тепло по домашнему. Мне кажется, что действительно инициатива очень-очень крутая, когда ты сам можешь вложиться в это, и каким ты видишь город, каким бы ты хотела его видеть, таким ты, в общем-то, его и делаешь. И не нужно никаких заграничных нам вещей, мы можем и все организовать стильно, современно и модно у нас здесь. А можно ли еще дозаявиться, наверное, уже теперь точно завершающая информация, можно ли еще дозаявиться на конкурс, каким образом это сделать, где узнавать все подробности? Да, смотрите, заявки принимаются до 1 апреля, все можно узнать в группе ВКонтакте «Искра» в Красноярске, зайти, там будет прикрепленная запись, можно будет там все посмотреть, где, какой у нас. У нас Дендросад, определен в Покровском для номинации «Ландшафтный дизайн» и «Микроурбанизм», нам можно с этим и знакомиться. А также можно позвонить по телефону 26-503-26, я всегда отвечу и на любые вопросы смогу. Хорошо. У нас Ардария Дмитриева, между прочим, вам ответит, покажите, что же у вас. Оксана, пока продемонстрируют то, что получилось, а мы вас представим и расскажем, какие замечательные люди сегодня были на гостях. Да, пока что не доделали. Оксана Роминасова, она участница в этом году проекта «Искра-2018». Это конкурс молодежных проектов по оформлению городских пространств. Я думаю, что в самое ближайшее время, но потом по завершению самого конкурса, мы в нашем городе увидим такие вот магниты и места притяжения. По меньшей мере, сфотографироваться точно с ними можно будет. Спасибо вам большое за интересный рассказ. Все верно. Очень красиво. Уже совсем скоро ищите фото в Инстаграме с нашими первыми, в общем-то, утренними гостями. Ну и, конечно же, оставайтесь вместе с программой «Утреная Несея».